Семинар Он проводится в таких целях, ну, рекламных в частности. Соответственно, потом он будет выложен на нашем сайте. В случае, если что-то было непонятного на сайте, этот видос можете хоть сто раз посмотреть, все понять. Ну, вот с прошлым семинаром. Прошлый семинар почему-то так и не появился на сайте, но мы с этим боремся. Я уверен, я сейчас вышел из отпуска, я сделаю так, что он все-таки появится. Ну, хорошо, скажите, работает демонстрация? Значит, по поводу чего сегодняшний семинар? Тема была заявлена, на самом деле, одна. Семинар будет, как всегда, немножко другим. Была заявлена тема классическое моделирование, в частности, моделирование, по-моему, там, автомобильного диска, покрышки, чего-то такого. Но уж обычно тему заявляешь за полгода, потом так думаешь, смотришь, понимаешь, что есть что-то более актуальное, потому что, на самом деле, YouTube перенасыщен видеороликами, как сделать автомобильный диск. Это совсем такая классика. Наверное, захотелось просто рассказать немножко, во-первых, о другом и немножко в другом ключе. То есть тоже моделирование, конечно же, я не съезжаю с темой полностью. Но, во-первых, моделировать мы будем просто несколько другой объект. То есть если бы тоже автомобильный диск потребовал бы от нас чистого полимоделирования, то есть то, что мы проходим на курсе сложного моделирования. Ну, вот. Здравствуйте. О, то, соответственно, в сегодняшний сезон будет больше для начинающих моделлеров. Мы поговорим о том, какие вещи можно сделать, даже имея небольшой опыт моделирования, быть начинающим, например, строить сплайны, уметь иметь какие-нибудь базовые моделирования. Самые базовые навыки в эксклюзировании и самые базовые навыки в поле моделирования. Сам к себе пример. Он перед глазами. Вот. Такая есть штука. Есть такой вот небольшой светильничек. Я, в общем-то, его когда-то делал для сайта, выкладывал на сайт 3ddd.ru. Соответственно, в принципе, довольно часто народ задает вопросы из серии, а как вы это сделали? Ну и вопросы из серии, а надо ли для этого быть суперпрофессионалом? Ответ, конечно же, нет. Сегодня мы посмотрим, как это сделать. Достаточно просто. Вот. Можно считать это впоследствии, когда видео будет выложено как некое пошаговое руководство, которое можно будет вполне воспользоваться. Вот. Ну, конечно, вы можете сказать, зачем мне пользоваться вашим руководством, если на сайте я могу скачать этот светильник бесплатно. Вот. Но идея, конечно, не в самой модели, а в техниках, которые мы будем сегодня с вами использовать. Вот такая была фотка, кстати, изначально, да, по фотке был сделан светильник. Он, конечно, сделан по мотивам. Я не скажу, что он идеально точный, но как-то вот так. Значит, давайте приступим. У меня есть такая сцена. Надо сказать, что, конечно же, сцену я заготовил заранее, потому что мы с вами некоторые моменты здесь не будем, не то, что не будем обсуждать, я не буду их показывать. Мы просто с вами меня послушаем, да, как вот это все получилось. Во-первых, я сделал, конечно же, референс. Как мы знаем, референс – это некая картинка, по которой мы работаем. То есть охранные данные у нас какие? У нас есть обычная фотография или чертеж. Чертеж в 3D Max – это понятие достаточно такое размытое. 3D Max, в принципе, с чертежами не работает. Это просто некий растр, прилепленный на плейн, да, то есть на базовую геометрию. Соответственно, плейн прозрачный, правильно настроенный, его нельзя выбрать. Вот так вот надо его сделать, чтобы впоследствии он никуда не уехал от нас. Ну и, конечно же, есть целый набор линий. И, опять же, если рисовать линии, то семинар будет длится, наверное, часа три. У нас сколько времени нету, поэтому линии я прочертил уже ранее. Тем более, даже самый первый курс по 3D Max раскрывает тайну сплайнов. Если у нас проходили сплайны, вы знаете, как это делается. Если не проходили, то я вас приглашаю проходить. Соответственно, сплайны нарисованы, но про их специфику, конечно же, надо обязательно поговорить. Ну, самый главный здесь сплайн на фронтальной проекции, я вам его могу показать. Вот он. Самый главный сплайн обрисовывает контур моей лампы. Понятное дело, что лампа, она в перспективе, поэтому сделать это прямо идеально точно, чтобы все совпадало, у вас вряд ли получится. Но вы делаете, как я уже сказал, что-то по мотивам. То есть вот здесь, например, этот эллипс, он срезается вот так, то есть ровно в прямой линии. Я понимаю, что мне нужно как бы работать больше в проекции. Вот. В нем достаточно немного точек. Вы видите, что я стараюсь максимально дать кривизны, минимально дать точек. Где-то это правильно в данном случае, где-то, может быть, не очень. Ну, и, в общем-то, из вот этой линии получится основной объект вращения, который я потом буду уже превращать в полиповерхность и производить моделирование. Соответственно, остальные линии для чего нужны? Ну, вы видите, что есть некие дополнительные элементы конструкции. Это вот это крепление, соответственно, вот эти красивые такие разные фентифлюшки. И опять же, видите, для того, чтобы их делать, оказывается, не нужно там тянуть какие-то полики. Достаточно вот таких линий нарисовать. Ну, а что, собственно, с ними делать дальше? Ну, мы сейчас посмотрим. Окей. Значит, да, Никита, здравствуйте. Запоздал я вам, говорю, здравствуйте, увидел в чате ваше сообщение. Соответственно, постепенно начнем. Начну я с простых вещей, то есть лампу оставлю какую-то на самое интересное. Вот. Начнем мы вот с такого вот шилдика вот этого, да, который, соответственно, хотим превратить в такое крепление. Опять же, я не буду пытаться точно представить эту форму, потому что это нужно сидеть долго и щуриться, смотреть, как там идет кривизна. Сначала там она ее как-то вот вспучивает, потом опять она куда-то уходит. Вот. Просто покажу сам принцип работы у вас здесь сплайн, который я заранее подготовил. Сплайн я превращу в объект вращения, то есть это модификатор Extrude. Можно периодически пользоваться оптогональными видами, так на всякий случай. Модификатором Extrude, да, реалистик здесь не очень подходит. Модификатором Extrude я задаю небольшую толщину. Ну, два-полтора. Ну, я все это сейчас делаю на глаз, соответственно. Вот. После чего понимаю, что обычным Extrude здесь не отделаться. Здесь по-любому придется производить ручное какое-то моделирование. Вот. Ну, и, соответственно, в этом мне поможет либо конвертация объекта в редактируемую поверхность, типа поли. Есть альтернативный способ, вместо того, чтобы обрушать стек. Так, в случае, если вы не уверены, что вам не потребуется вернуться к Extrude, например, есть способ другой использовать так называемую настройку. Модификатором называется Edit Poly. Данный модификатор по факту начинает воспринимать ваш объект как полиповерхность, но не рушит стек при этом. То есть стек остается нетронутым. Из плюсов – возможность вернуться на более ранние этапы. Из минусов, на самом деле, на более ранних этапах сделать особо такого тотального ничего не получится. Дело все в том, что данный модификатор является зависимым от топологии. И если вы, например, перейдете вниз и попробуете поменять количество вершин у сплайна, но это приведет к тому, что действия, которые вы делаете в поле, в Edit Poly, они обрушатся. Но, тем не менее, например, в том же Extrude поменять ML будет можно. Поэтому, грубо говоря, Edit Poly хорош тогда, когда у вас под ним есть параметрические модификаторы типа Extrude, может быть, еще какого-то модификатора, где есть какие-то базовые простые параметры, которые не меняют количество вершин. В этом случае вы сможете поработать. Еще из минусов в Edit Poly, конечно, есть память. Потому что когда вы рушите стек, у вас просто в памяти хранится геометрия. Если вы не рушите стек, у вас в памяти хранится вся вот эта вереница модификаторов и то, как они между собой взаимодействуют. Это, кстати, еще чуть-чуть понижает стабильность. Как показывает практика, если очень много наколбасить модификаторов в стек, то 3D Max может сказать привет и вылететь на рабочую сторону. Ну, скажем так, вероятность этого повышается. Вы же понимаете, что он и так может это сделать без всяких модификаторов. Окей. Соответственно, выхожу на полигоны, выбираю вот этот полигон и воспользуюсь так называемым методом копирования ребер. Я удалю торцевой полигон, выйду на ограниченный уровень, выберу границу, выберу сдвиг. И, соответственно, ну, как я уже сказал, я не буду сильно придерживаться формы, но я буду производить так называемое копирование ребер с shift. Я зажимаю shift, соответственно, произвожу, например, масштабирование. Ребра копируются, получается, видите, вот такое вот некое изменение формы. Дальше можно много чего еще сделать, то есть с shift вытащить. Вот так вот. Еще, то есть со сдвигом я еще могу поработать, сделать несколько, плавненький переходик. Ну, я, пожалуй, закончу. Я думаю, тут все прозрачно и понятно. Разбазывать это по столу мы не будем долго. Соответственно, вот таким вот образом я работаю. В конечном итоге, дабы завершить вот этот элемент, мне нужно закрыть границу. Делается это элементарно. Есть такая замечательная подобъектная команда, sweetcredit borders, называется cap. Cap, закрыть. Вот видите, получилась такая штуковина. Не забывать, конечно же, нужно работать с группами сглаживания. То есть у нас есть понятие группы сглаживания. Мы знаем, что объекты сглаживаются и все такое прочее. И здесь заключается в том, что вот сейчас, если снять выделение или просто отключить сетку у объекта, то есть отключить отображение сетки в viewport configuration, например, надо сложить F4 потом, то вы получите вот такую вот угловатую модель. Она будет прям играть полигончиками разными. Вот, соответственно, я выхожу на полигоны, выбираю все полигоны, я нажал Ctrl-A, и с фиточки Polygon Smoothing Groups, то есть группы сглаживания полигонов, я должен как-то эту проблему решить. Я должен все-таки элементы сделать гладкими, то есть передать им группу сглаживания. Для этого можно использовать, сейчас сказать, не хочется даже мучиться, я буду использовать команду автосглаживания для всех полигонов, потому что я вижу, что она здесь сработает. Вот, видите? То есть те полигоны, угол между которыми превышал 45 градусов, они разделились, но полигоны, которые имеют небольшой уголочек, они сгладились визуально, получился вот такой вот замечательный элемент. Ну, я на этом остановлюсь, я думаю, вполне похоже для семинара, что называется, сойдет. Далее идет вот такое крепление из двух, ну, там что-то еще есть, я, с вашего позволения, остановился на двух вот таких линиях. Здесь все элементарно, мы с вами должны знать, ну, или узнаем на курсах, что сплайны можно визуализировать без всяких дополнительных ухищрений. Для этого достаточно в свитке рендеринг, поставить две галки, enable in render и enable in viewport. Вы получаете по умолчанию radial, то есть круглые сечения. Задача просто дать ему толщину. Ну, я, опять же, лишь визуально там ориентирую, что приблизительно вот так. После чего я даю количество сторон определенное. Не знаю, я думаю, 16 более чем достаточно. Вот я получаю два таких цилиндрика. Они пересекаются, у меня вот в данном элементе, в такой бытовой лампе, совершенно не обязательно их там и течить, что-то с ними делать. Они в конце просто замечательно группируются, и получается все хорошо. Окей. Ну, если смотреть дальше, то есть вот такой еще сплайн. Вот такая линия. И надо сказать, что с линией явно что-то не так. То есть если глянуть на количество ее вершин. Так. Вот. Отображение вершин отвалилось. Замечательно, прекрасно. Ну, подводит меня 3D Max сегодня. Ладно, хорошо, сейчас мы его запустим. Такое бывает, кстати, стандартная ошибка Max, когда вертексы перестают отображаться, перестают отображаться в виде белой точки. Так, дубль 2. Не знаю, на чем мы там остановились. Вот. Оп. Все равно. Ну, давай. Не хочется работать. Может, такая конкретная проблема. А, это конкретная проблема вот этого сплайна. Не очень понятно, в чем она выражается. Ну, заглючила. Ладно, не важно. Короче, на самом деле, вот это угловатый его, это не количество вершин в нем, а интерполяция, которую я настроил, то есть здесь количество шагов, steps, равно единице. Соответственно, видите, что он такой все угловатый. Значит, почему я так сделал? Деяльце в том, что когда мы с вами ставим, а я обязательно поставлю вот эти галки, то есть я придам ему толщину, параметр steps по факту будет регулировать, сколько полигонов в результате окажется внутри вот этой вот, значит, фигуры. И в данном случае, почему я захотел минимизировать это количество? Потому что я вижу, что все-таки форма будет неравномерной, то есть толщина вот этой линии будет неравномерной, я вижу, что она в конце там ее сплющивает. Соответственно, идея заключается в том, что мне потребуется помощь EditPole модификатора. Я его применяю. И после EditPole я буду уже делать сглаживание. Выхожу на полики. Моя задача у ElitCard. Вот здесь торец есть. Он, кстати, не очень аккуратно создается сплайнами. То есть торцов вы часто видите какие-то непонятные ребра, триангуляцию и так далее. Но ее мы можем убрать руками, то есть достаточно выбрать просто вот эти полигоны, удалить их, закрыть границу, вы только что видели этот трюк, обычным ангоном, и уже распилить по-новому, например, сделать коннект двух вершин между собой. Вот так. Вот это уже будет правильный торец. Он разбит на два четырехугольника. То есть для сглаживания, как мы, наверное, знаем или узнаем на сложном моделировании, четырехугольные полигоны являются идеальными. Все остальные могут выдавать печальные какие-нибудь нюансы. То есть, соответственно, зачем мне было нужно это поле? Потому что я хочу вот эту часть каким-либо образом сузить. Опять же... А, кстати, да, на лине еще можно было сделать что? На лине еще можно было, наверное, ее повернуть. Может, и не нужно? Сейчас я посмотрю. Нет, это мне кажется, поворачивание ничего не надо. Окей. Соответственно, выбираем масштабирование и масштабируем. Ну, в данном случае, как-нибудь вот так, можно использовать так называемый soft selection, то есть плавные деформации. Выбрать некое количество ребер для плавной деформации. Аккуратно, вот так. То есть, чтобы произвести вот такой вот небольшой сплющ у меня здесь. Сильно не буду увлекаться, потому что эта штука все равно не очень похожа на то, что там. Но, тем не менее. Ну и последний шаг. Это, собственно, модификатор TurboSmooth, который, скорее всего, тоже внесет свои некие... Для которого придется еще вносить некие коррективы. Применяю TurboSmooth, задаю пару итераций. Например, если хочу гладкую форму. Теперь, в принципе, можно было бы, наверное, вернуться на... Даже изначальные этапы в режиме показывать конечный результат. Если я вижу, что какие-то есть расхождения формы, я бы мог, соответственно, видите, немножечко подвигать точки. Вот чуть-чуть. Подвигать кривизну даже. Вот, сплайну. И вот я вижу, что тут внизу тоже, видите, такая сосулька получилась. Опять же, она образовывается в результате применения сглаживания. Мы знаем, что сглаживание не очень любят нгональные вот такие структуры. То есть у меня тут просто чистый шестиугольник. Ну и, соответственно, поэтому на эдикполе можно сделать фиксацию. Фиксация геометрическая. Опять же, нами проходится или уже было пройдено. Это когда мы дублируем ребра, например, командами типа чемфера. То есть мы выбираем ребра, дублируем их, можно в режиме показывать конечный результат, сразу увидеть, что после чемфера, например, двойного какого-нибудь. То есть получается, почти нулеводие я сделал, получается такой достаточно жесткий край. Окей. Ну что ж. Соответственно, такой вот вроде простенький элемент, но видите, сколько нюансов бывает даже при создании таких простых вещей. Теперь вот этот ТС-образный товарищ, с ним мороки чуть поменьше, но она приблизительно того же плана. Это я превратю сплайн в биометрию вот таким вот образом. Здесь уже настроены четырехугольные ректангелосечения с определенными размерами, чтобы они подходили данной фигуре. Но в данном случае, что мне не очень нравится, обычное вот такое сплайновое выдавливание, оно не позволяет сделать склубленные края. То есть края вот этой вот детальки, они прям перпендикулярны. Поэтому я, собственно, применю опять модификатор этих полей. Выйду на ребра. Моя задача – выбрать ребра вот так вот по краю. Можно все вот эти вот крайние ребры. Главное, да, вот торцевые части вот эти отслеживать, потому что он делает там бельки. Ну, как-то вот так. Я применю команду, которая позволит мне задать хотя бы фасочку, может даже скругление. Это тот же чемфер, которым мы производили фиксацию. Чемфер должен быть не очень большим. То есть вот так, видите, аккуратненько мы его усилим. Может быть, кто-то захочет сделать именно не фаску, а скругление. То есть дать парочку ребра. Окей. То есть издалека эта деталька перестанет выглядеть прям совсем квадратно. Ну что ж, это вот такая была подготовительная работа. То есть теперь вот эти детали, их можно еще раз, да, если иметь определенное число времени, можно как-то лучше подстроить под, как мне кажется, под фотографию. Хотя это достаточно трудно, потому что, еще раз, есть перспективные искажения, и довольно трудно с ним бороться. Ну давайте перейдем, пожалуй, к самому. Есть еще вот тут внизу детальки, я ее сделаю потом. Давайте перейдем к самому интересному. Я выберу вот эту линию, которую я добротно нарисовал заранее. Применю модификатор, который позволяет мне создавать тело вращения. Модификатор называется UDS. Вот он. Я его применяю. Ну и, в общем-то, мне нужно выставить ось вращения в минимум, да, Align Minimum обычно мы используем. Получилось, да, если отключить полупрозрачный режим, получился вот такой вот замечательный объект. Он, кстати, очень неплохо повторяет форму на фотографии. Ну а дальше, конечно же, следует заморочиться немножко с настройками. Во-первых, мы знаем галочку Weld Core. Эта галочка объединит точки посередине, вот здесь, то есть вот в этой части точки не будут дублироваться, они превратятся в одну автоматически. Второй момент, конечно, следует проверить ориентацию нормали, потому что очень часто после модификатора Left нормали смотрят бог знает куда. Если поставить галку FlipNormals, можно сразу заметить, вот смотрите, если галочки нет, объект кажется матовым таким, да, галочку ставлю, получается глянец. Вот глянец это правильно, лицевая сторона должна быть глянцевой, если вы используете режим шейды. Если объект матовый, это уже автоматически намекает на то, что нормали в нем расположены, ориентированы неправильно. Поэтому в данном случае я могу либо воспользоваться галочки FlipNormals и перевернуть нормали, либо сделать это впоследствии, когда превращу объект в поле. Ну и последний момент, это, конечно же, количество сегментов по кругу. По умолчанию Left предлагает 16, но 16, наверное, сгодилось бы, если бы я делал какой-нибудь низкополигональный объект для какой-нибудь игры нового поколения. Если же я занимаюсь визуализацией, мне нужен гладкий, красивый объект, то я так ставлю где-нибудь на 30. Я думаю, 30 издалека уже не будет смотреться угловато, будет смотреться вполне себе. Хотя количество можно вполне увеличить до любого интересующего значения. Окей. Значит, важный нюанс. Когда вы применили Left, мягко выражаясь, очень неплохо будет, я бы сказал, даже необходимо, поставить опорную точку из того места, где она была, в середину новой геометрии. То есть пока опорная точка находится вот здесь, в краю, но ничего хорошего не получится. И все последующие ваши действия, они предполагают, например, симметричное копирование элементов вокруг середины вот этой лампы. Все ваши эти действия просто, в общем, не удадутся. Поэтому EffectPilotOnly, Center to Object, не забываем делать это как можно раньше. Новая геометрия, потому что имеет новый центр. Прекрасный такой вот объект получился. И дальше я, соответственно, буду делать следующее. Опять же, как объект вращения, то есть как параметрический объект, он себя исчерпал. Поэтому я перевожу его в поле. На мой выбор, опять же, либо обрушать степ, либо нет. В данном случае я, видите, осторожно себя веду, я в конце могу впоследствии все обрушить. Я опять использую настройку из этих полей. Выхожу на полики. Что делать? Во-первых, нет, давайте не спорить, начнем. Во-первых, у меня вот здесь небольшой косяк. Может, не косяк, небольшая недоработка, которую я хотел бы исправить. Я вижу, что там вот она как-то там сужается и лепится вот к этой загогулине. Замечательная у нас терминология сегодня. Вот, соответственно, я опять же использую копирование ребер с шифтом, допустим, внутрь и потом вверх. Сама должна прямо туда войти, они должны пересекаться. И можно, в принципе, закрыть ее, нажав Кэм. На самом деле, вот этого никто не увидит, поэтому закрывать или не закрывать, дело ваше. Выду на полигоны, на фронтальной проекции выберу полигоны, которые впоследствии станут стеклянной полбой. Дело в том, что это очень вообще удачная техника, очень удобная, часто применимая, когда вы идете от общего к частному. Вы можете сначала сделать некую общую форму, а потом пилить ее на нужные детали, то есть разделять на функциональные элементы, то, что называется. Делается это достаточно просто. Выбираются все полики и мы с вами в свитке Edit Geometry используем команду Detach. То есть отсоединить. Я нажму кнопку Settings рядом с Detach, потому что мне нужно, наверное, что-то для системы уточнить. В частности, во-первых, имя данного объекта. Я бы предпочел вот его все-таки назвать осмысленно, стекло, потому что с ним впоследствии будут происходить различного рода манипуляции. Нажимаю, называю его Blast, нажимаю OK. Вы заметите, что вот эти полигоны отвалились от объекта. И на самом деле объект, с подобных уровней я могу уйти, выбрать теперь новый объект, стекло, и временно, временно, чтобы он мне просто не мешал спрятать его. High Selection, я для этого нажму, останется вот такая вот, видите, штугольная. Ну, с ней немножко, я ее немножко сейчас доработаю. Если туда посмотреть, честно, там вообще не очень понятно, что происходит. И здесь, ну, я вижу, что есть какая-то подставка под лампочки, цилиндрическая по центру. Но суммарно, по сути, это называется угадывание. То есть, я просто угадываю форму по фотке, стараюсь сделать максимально похожее. Поэтому выхожу на граничный, подобъектный уровень, выбираю границы снизу, эту технику, опять же, мы видели сегодня раз, и с шифтом затягиваю ее внутрь. Там можно сделать какую-то, может, сначала ее вниз, то есть, или там чуть внутрь, потом вниз, то есть, сделать небольшие борта такие, потом внутрь, то есть, вот площадочку такую, чуть ниже. Это не проблема. Дальше, можно воспользоваться, можно воспользоваться видом сбоку. Здесь видно, что, ну, приблизительно виден вот этот радиус цилиндрической площадки. Вот, я вижу ее край. Здесь можно с шифтом поднять, посмотреть. Они очень подходят, но я могу поднять, теперь выбрать боковые полигоны и просто отмасштабировать их до нужного, до нужной ширины. То есть, как-то, вот так. Окей. Я вижу, что вот там, похоже на правду. Хорошо. Значит, в принципе, в принципе, я еще вижу там небольшую фаску, то есть, идет площадка, потом фаска, она немножко сужается, потом уже идут лампочки. Но фаску сделать тоже не трудно. Это масштабирование небольшое, да, и сдвиг. Вот такой вот, сделаю штуковину. Окей. Да, похоже на правду. Нажму креп. Закрыть. Вот такая мне нужна площадочка. Опять же, не забываю, я про группы сглаживания, потому что, что вы делаете руками, обычно всегда выглядит вот так. То есть, выглядит угловато, нехорошо, и поэтому я выбираю, могу выбрать все, могу выбрать исключительно вот эти полигоны, то есть, рамочкой вот так вот. я вижу, что все остальное меня вроде устраивает, возглаживаю, но вот эти полигоны ведут себя неприлично. И дать им какую-нибудь группу 1, например. Если у них будет одна группа, они будут выглядеть как единое целое. Если же вы, скажем так, захотите их разграничить по группам, то вы можете одним полигонам дать одну, например, первую, а другим дать, ну не знаю, вторую, или не давать никакую. Тогда вы получите жесткий переход. То есть, можно, видите, немножко играть внешним видом элементов модели, даже не используя полигоны, просто за счет групп сглаживания разграничивать по ребрам. Ну что ж, с нижней частью я закончил, верхняя часть еще более непонятно вот там, как выглядит. Я поэтому не буду сильно напрягаться. И вряд ли кто-то будет, честно сказать, дабыть смотреть. Поэтому, ну, может быть, небольшой вот такой я сделаю шажочек с шифтом, да, вот он, раз. И дальше я сделаю кап, пустой закрою. Что ж, считаю, что это очень добровольно, похоже на правую, отлично. И вот теперь мы с вами поработаем с дополнительными деталюшками. Дополнительные деталюшки выглядят вот как вот такие всякие, ну, это какая-то а-ля, скорее, не особо важная для конструкции вот х-образная деталь, которая просто, наверное, придает красоты, да, опорные конструкции, вот, скорее всего, вот эти вот толстые вертикальные линии. А это просто так для красоты. Соответственно, вот как такую штуку сделать, пожалуй, очень интересный, очень интересный момент, наверное, я вам покажу сегодня, который иногда работает в 3D Max плохо, потому что это очень старая такая техника и старая команда, старые утилиты. Но на самом деле, если, скажем так, все сделать правильно, вы получаете такие детали на раз. Вот смотрите, у меня есть колба стеклянная, вот она. Ее я портить не очень хочу, поэтому я сделаю ее копию. Чтобы сделать копию деталей внутри оригинала, как вы знаете, мы используем команду Ctrl-V, да, нажимаю Ctrl-V, то есть скопировать. Мне нужна независимая копия, которая называется, ну, не важно, пусть глазит 0,1, окей. Вот, оригинал я просто, ну, или копию, не важно, я возьму и спрячу. То есть, одна колба, она спрятана, вторая колба сейчас подверглится страшному истязанию. Что мы делаем? Мы используем такую утилиту, замечательно, она называется, вот, смотрите, у меня вот сплай, он так и называется, он называется Shape Match. Это утилита, которая позволяет проецировать тонкие линии на поверхности объектов. Выбираю объект, он может быть разом, это вообще не принципиально. Захожу на вкладку Create, категория Compound Objects на кнопке Geometry, и, соответственно, я нахожу здесь кнопку Shape Match. Нажимаю Shape Match. По факту единственная кнопка, которая меня интересует, называется Pick Shape, то есть выбрать форму. По факту происходит что? Вы выбираете объект, нажимаете Pick Shape и кликаете в ту линию, которая на этот объект в виде ледер должна быть спроецирована. Нажимаю, кликаю. Бывает, что вам не везет. Вот если вам везет, то линии на геометрии на колбе появятся с той стороны, с которой находится сплайн. Бывает, что сплайн стоит с одной стороны, а линии почему-то появляются с другой. Но тут надо просто приглядеть к шаманству и сплайн перетащить в противоположную сторону. То есть это не проблема. Нажимаю Pick Shape, кликаю и вуаля, вы видите, что на колбе бывшей появились вот такие вот ребрышки. Честно сказать, только эти ребра мне не нужны. Я, в принципе, все это затеял. Почему? Потому что когда вот эта плоская штука спроецировалась, теперь вот эти ребры они прям полностью повторяют форму колбы. Правильно? То есть такой вот интересный момент. Значит, дальше я выбираю саму колбу. В принципе, вот эта линия мне даже больше не нужна. Выбираю колбу и конвертирую ее в полеобъект. Выхожу на полигоны и вы, кстати, заметите, что умная утилита Shape Merge автоматически выбирает те полигоны, которые она сама создала по факту. Все, что мне теперь надо сделать, это нажать Ctrl-I, то есть инвертировать выбор и нажать клавишу Delete. Таким вот изящным очень способом я получил вот эту старюшку. Пока она, правда, тонкостенная, но этот вопрос решается модификатором. Многие люди ее обожают модификатором называется Shell, то есть оболочка. Кстати, можно было бы поругаться на топологию нового элемента, но он довольно странно по полигону выглядит, да? Ну, понятно, там просто напрямую все было порезано. И честно сказать, если такая задача стоит, если она есть, то не проблема сетку почистить, но в моем случае никто никогда сетки не увидит, это будет красивая такая деталюшка. Соответственно, Shell выбираем, задаем толщину при помощи модификатора толщину вот этой детали. Если хотим, чтобы она была только сверху от стекляшки, то Outer Amount, если хотим, чтобы она пересекала стекляшку Inner Amount, тоже детали. После чего я хочу ее раскопировать. Я выбираю поворот. Посмотрим. угловая привязка. Мне нужны их четыре, поэтому это будет 90 градусов. Шаг. Смотрю, как работает вращение. Вращение работает прекрасно. Бывает, что он подглюкил как-то. Три копии. Окей. Ну, суммарно вы видите красоту. Значит, дальше я нажимаю on hide all, потому что мне нужна моя стекляшка. С этими элементами покончено. И опять же на основе стекляшки я сделаю еще вот такие вот элементы вертикальные. Честно сказать, не очень понятно по фотке. Являются ли они строго вертикальными, или все-таки немножко тоже повторяют форму колбы. Я предпочту все-таки, чтобы повторяли вот здесь, в этой части как минимум. поэтому сделаю на основе, можно по-разному, можно либо сделать на основе вот таких, вот такой линии вертикальных полигонов, то есть превратить ее в отдельный объект и доработать. Но можно воспользоваться ребрами. Вот этот способ, наверное, я покажу, потому что предыдущие вы видели, то есть detach мы уже посмотрели. Есть вот такой способ, я выбираю линию ребер. То есть это обратная процедура, я ребра превращаю в сплайм, выбираю ребра. В свитке Edit Edge нахожу команду Create Shape from Selection, то есть создать сплайн из выбранных ребер. Нажимаю. Во-первых, надо особое внимание обратить на радиокнопку. Дело все в том, что по умолчанию она в 15-й версии стоит в положении smooth, то есть создать сглаженный сплайн, то есть сплайн со сглаженными вершинами. Это, к сожалению, всегда приводит в 99% случаев к тому, что линия, которую вы создаете, перестает соответствовать той геометрии, из которой вы ее собственно породили. Поэтому здесь радиокнопку надо переключать в режим linear, чтобы было точное соответствие между линией ребер и сплайм. Значит, можно никак, наверное, не называть, я нажму ОК, и вот теперь у меня там, я точно знаю, можно аж нажать проверить, есть форму, он называется Shape 001, ОК. все, что мне надо сделать, это опять же зайти в меню Rendering, нажать Enabling Render, Enabling Report, я замечу, что появилась такая вот финтифлюшка, я могу стекло сделать полупрозрачным, вот так вот, нажав Alt-X, выберу вот эту финтифлюшку, и дальше можно ее, во-первых, настроить по углу, параметром Angle я могу, да, эта работа немножко на глаз происходит сейчас, в этом, нет ничего страшного, в 3ds Max такая работа происходит постоянно, кстати, опорную точку перенесу в середину объекта, пригодится, соответственно, могу переместить чуть по центру вот сюда, ну а дальше можно даже, да, сделать вот так, чтобы лучше было видно, как она туда входит в стекло, увеличу, прекрасно, ну и впоследствии хочу сделать копии, вот здесь я вроде бы только что сделал ошибку, я перенес опорную точку, она была в центре общей геометрии, можно было сейчас спокойно крутить, а теперь вроде как, спокойно крутить-то не получится, потому что опорная точка вот здесь, но опять же, 3ds Max позволяет вращать один объект относительно опорной точки другого, поэтому я просто выбираю этот объект, выхожу в поворот, нажимаю пик, выбрать систему гардену, откликаю в основную вот эту часть или в полгу непринципиально, после чего выбираю центр трансформации третий, кнопку номер 3, и опорный центр трансформации опять переезжает в середину объекта, ну соответственно зажму shift, 90 градусов уже установлен как шаг, я сделаю три копии, при желании, если вы думаете, что впоследствии может быть что-то придется поменять, делайте инстансы, все это не страшно, нажимаю ok, хочу сделать вот так, посмотрю, ну по-моему это успех однозначный, вот, есть такой элемент снизу здесь еще, забавная такая тоже сообразная штуковина, опять же тот же самый трюк, это пробегусь по нему быстренько, то есть это использование четырехугольного сечения определенного размера, это использование Edit Poly модификатора и создание фаски на например, вот этих вот боковых ребрах, то есть чемпион, относительно небольшой пробегу, упс, ну давай, очень трудно поймать нужные значения, потому что там такие миллиметражи можно пару сегментов дать, окей, вот, соответственно, опять же, этот элемент точно так же можно повернуть относительно общей геометрии, уже все даже настроено для этого, я просто выбрал поворот, зажимаю Shift и делаю три копии, нажимаю ОК, таким вот образом, ну и последний, друзья, что нам, собственно, в рамках данного объекта осталось сделать, это вот эти чудные лампочки, их три штуки, вот, я, честно сказать, не вижу проблемы, потому что это чистые объекты вращения, то есть в чистом виде объекта вращения, это значит, что мы просто с пленом обведем контур, применим тот же лев, при помощи которого мы сделали вот эту общую геометрию, ну и, соответственно, все будет хорошо, поэтому я вот на фронтальной проекции, да, да, я обещал не рисовать сегодня сплайны, но, видимо, все-таки придется, под лампу я линии не делал, вот, видите, да, что линия все еще помнит, что я и там галочки поставил какие-то, поэтому галки сниму сразу же, ну и будем вот так вот здесь большой широчек вот как-то вот так настройку и визну, то есть сплайновой точкой переведу в нужный там из-за тангенс нужное положение окей ну что ж, применю модификатор less align minimum вы получите ага он не дотянул я немножко ничего страшного подвиню он не дотянул я ну как тонковато ну что и сделал еще тут придется опять, что что-то ввиду перспективы выглядеть не совсем так как должно было вот поэтому наверное придется взять эти точки подвинуть вправо что-то как-то оно выглядит пошире да вот так ну короче говоря типичная работа со сплайнями я же не буду вас этим утомлять вот сплайнов мы вроде как уже много переборвали ну в общем а дальше тот же самый рабочий процесс кстати здесь флипнорм надо убрать то есть я делю потом превращу лампочку в отдельный поле объект вот этот вот патрон соответственно будет отдельным поле объектом ну и дальше раскопирую и получится все хорошо с вами друзья вы получите вот такую вот геометрию которую не стыдно которой не стыдно похвастаться перед друзьями коллегам не стыдно встроить в любой в принципе проект но конечно остается еще может быть немножко нераскрытым вопрос о материале освещения да о том как сделать красивое что-то лампочка светила но вопрос материала очень сильно привязан к системе визуализации которую вы пользуетесь если это веры то это одни средства если это там менторы то другие и так далее и так далее сегодняшний семинар тему именно привязки к визуализации он никакой не затрагивает поэтому соответственно мы с вами про материал сегодня говорить не будем я бы пожалуй на этом даже закончил вот так кратко но по делу что называется скажите есть ли у вас какие-то ко мне вопросы ну и удаленные слушатели соответственно тоже могут свои вопросы в чат задать еще нет вопросов тишина как обычно ну хорошо друзья тогда на этом я с вами прощаюсь всего доброго надеюсь вам было интересно так же как и мне до свидания до новых встреч вот этот вот объект который х-образный просто на глаз чтобы он внутри поместился в смысле не по ну смотрите вы берете ортогональную проекцию вот эту ну грубо говоря да фронт и просто рисуете вот так сплайна обводите крестик то есть идея в чем конечно поскольку это перспектива крестик ровный не получится он будет знаете весь косой кривой но тут смотрите как он выглядит относительно до свидания пожалуйста счастлива ну смотрите видите то есть я вот делал когда я понимал что в принципе тут каждый луч вот этого икса он будет разный потому что вы смотрите под большим углом и он еще имеет истребление поэтому я просто взял один сделал вот ровно а дальше шла по сути симметрия я зеркально отобразил его у меня получился ровный икс и вот его я уже проецировал в этом случае получится все хорошо пожалуйста Никита до свидания Сергей следующий семинар посмотрите пожалуйста на сайте честно сказать он достаточно близко то есть буквально я не знаю может две недели как так получилось что два семинара по расписанию стоят прям рядышком поэтому прям помониторьте у нас в списке семинаров на сайте там все будет хорошо вот соответственно наш замечательный сайт как обычно друзья немножко рекламы вот чтобы так сказать все было сделано вот правильно специалист.ру где-то здесь были семинары кто-нибудь знает где они вообще чего-чего ну где скажите вот здесь где-то вот бесплатный семинар спасибо огромное просто я на семинары не хожу такой вот недалекий поэтому не знаю где вот соответственно а ну вот актуальная моделирование часть вторая это по-моему оно есть 23 число Сергей видите мы вам даже помогли мы нашли его за вас так что приходите на второй части честно сказать заявлена опять одна тема не знаю ну конечно это будет органическое моделирование но будем ли мы моделировать именно руку может моделировать что-нибудь поинтереснее пожалуйста Сергей всего доброго всем счастливо до сих пор 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 товарищи никого к こと Sak antes Flat ono форм shop от 0